И начнем с достижений белорусских аграриев. Общий вес коровая нового урожая с учетом рапса на начало дня составляет без малого 7 миллионов тонн. Если точнее, то 6 миллионов 978 тысяч. Необмолоченными остается 3% колоссовых и около 9% посевов рапса. В прошлом году воловой сбор маслосемян в сельхоз предприятиях страны составил 805 тысяч тонн. В этом сезоне приближается к 940 тысячам. По всем областям урожайность выше прошлогодней и уборка еще продолжается. Наруку аграриям и состояние конъюнктуры мирового рынка. Так, среднее значение индекса мировых цен, продовольственная и сельскохозяйственная организация объединенных наций на растительные масла только в июле увеличилось на 12,1% по сравнению с прошлым месяцем. Очевидно, что экспорт белорусского рапсового масла принесет дополнительную прибыль. И как результат дальнейшее укрепление экономики АПК. Сейчас у Агрария самая горячая пора. Хозяйство убирают картофель, а комбайны работают на полях с гречихой и просом. Контракты на 50 миллионов рублей планируется подписать на первом белорусско-узбекском женском бизнес-форуме. Вопросы подготовки к нему сегодня обсудили в Совете Республики. Форум соберет большое число участников, чем изначально было заявлено. Всего около тысячи человек. Он состоится с 4 по 7 сентября. Гостям предложат поучаствовать в шести тематических секциях. Промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, образование, культура и туризм. По этим направлениям планируют усиливать сотрудничество, в том числе на уровне регионов. С узбекской стороны здесь представители приедут по шиву спецодежды, бельевой трикотаж, детская одежда. Ну и, конечно, нам есть о чем поговорить. Я думаю, что нашей легкой промышленности есть чем поделиться. И, конечно, мы расскажем им о том, что может Республика Беларусь все-таки конкурировать, возможно, где-то на рынке Узбекистана, а где-то и представить то, что у них не развито. Этот форум посвящен тому, чтобы использовать тот экономический потенциал, который есть у Беларуси и Узбекистана. Мы взаимодополняемые экономики, и важно этот потенциал полностью задействовать. Тем более в этих непростых международных условиях, когда на Республику Беларусь оказывается экономическое давление. Но мы умело держим этот удар и используем все возможности. Узбекистан сейчас один из стратегических партнеров Беларуси. По итогам форума готовятся к подписанию соглашения о сотрудничестве и взаимовыгодные контракты. Российские регионы подверглись очередному массированному налету украинских беспилотников. Минувшие ночью взрывы были слышны в Пскове. Там был атакован аэропорт. Как сообщил губернатор области, загорелись четыре транспортных самолета Ил-76. С огнем боролись более 60 пожарных и 20 единиц спецтехники. Обошлось без жертв. Все авиарейсы отменены. Специалисты проводят оценку повреждений взлетно-посадочной полосы. В Брянске силы ПВО отразили атаку двух дронов на городскую телебашню. При падении еще одного загорелось административное здание. Беспилотники были сбиты над шестью регионами России, в том числе над Рязанской и Московской областями. Украина продолжает войну со своей историей. В Черновцах был снесен памятник набраска могиле советских солдат и офицеров, погибших при освобождении страны. Отмечается, что решение перезахоронения останков красноармейцев и уничтожения стелы было принято еще в апреле. По словам мэра Черновцов, это был последний советский мемориал в областном центре. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В Габоне произошел переворот. Захватившие власть военные объявили о распуске всех органов власти и отмене результатов выборов. Утром стало известно, что действующий президент, 64-летний Алибонго Андимба, переизбран на пост главы государства, набрав более 64% голосов. После закрытия избирательных участков в стране был введен комендантский час и временно заблокирован доступ в интернет. Почисты заявили о намерении покончить с действующим в стране режимом. При этом они пообещали соблюдать международные обязательства. Также сообщается о закрытии всех границ. Стоит отметить, что новость о перевороте была с радостью встречена с жителями страны. Там сейчас царит праздничная атмосфера. Тысячи людей вышли на улицы, чтобы поддержать новую власть. Чилийские учителя объявили бессрочную общенациональную забастовку. В столице страны Сантьяго они прошли маршем по улицам и собрались у президентского дворца, чтобы обратить внимание властей на бедственное положение педагогов. Они требуют улучшения условий труда, повышения зарплаты и пенсии, а также защитить их от насилия в школах. Кроме того, по словам протестующих, необходимо срочно провести реформу системы образования, которая переживает глубокий кризис, одной из причин которого является плохое финансирование отрасли. Как заявили в профсоюзе учителей, забастовка продлится до тех пор, пока власти не пойдут навстречу протестующим. Строительный и научный апгрейд. В преддверии начала нового учебного года в БГУ торжественно открыли модернизированный главный корпус. Недавно университет отметил вековой юбилей. Обновление зданий старейшего вуза страны и его близлежащей территории проходит постепенно. Первый этап был завершен еще в 2001 году. И вот очередной шаг. Три года понадобилось строителям, чтобы придать современный лоск аудиториям. Реконструкция и капитальный ремонт затронули главный корпус и примыкающие к нему здания физического факультета. Деньги на это были выделены из республиканского бюджета. Потрачены и собственные финансы БГУ. Отремонтировано свыше 350 помещений, среди них и научные лаборатории. Теперь они оснащены по последнему слову техники. Высокоточное оборудование уже окрыляет студентов на новые исследования. В новые обновленные аудитории едут фактически наши такие основные брендовые что ли факультеты. Это физический факультет, факультет по рекламной математике и информатике, механико-математический факультет. Наш совместный институт белорусско-китайский БГУ, Терридолянский технический университет. Наш научно-исследовательский институт проблем информатики. То есть это те двигатели, те драйверы, которые создают уникальные научные продукты. Это позволит студентам лучше концентрироваться на учебе и получать необходимые знания, необходимое высшее образование и вносить свой вклад в нашу родную альма-матер и, конечно, страны. Уже готов проект реконструкции главного корпуса третьей и четвертой очереди работ. Это очень ответственные этапы. Ремонт пройдет в помещениях библиотеки и музея БГУ. Со школьной скамьи на войну. Так сложилась в юности судьба полковника в отставке Василия Тарасенко, который отметил столетие. С юбилеем ветерана поздравляли в печах. Почетного гостя там встречали особенно торжественно. Военнослужащие Борисовского гарнизона хорошо знают ветерана, а его боевой путь – настоящая хрестоматия героизма. В годы войны Василий Степанович был сапером, механиком-водителем танка. Освобождал Полоцк, Поставы, Глубокое. Затем сражался в Литве, Восточной Пруссии. Теперь Василий Тарасенко по-прежнему в строю бодрых духом и настоящий пример для нынешних защитников Отечества. Василия Степановича мы знаем давно. Это настоящий офицер с большой буквы, который, несмотря на свой преклонный возраст, постоянно принимает участие во всех мероприятиях нашего учебного центра. Он активно работает с подрастающей молодежью, он делится своим жизненным опытом, и он является настоящим примером мужества, героизма и настоящего офицера для всех тех, кто сейчас стоит на страже нашей Родины. Василий Тарасенко получил повестку на фронт 29 августа, в день своего 18-летия. Это он хорошо помнит и в 100-летний юбилей, который превратили для ветерана в настоящий праздник. От свято-духового кафедрального собора в Минске сегодня в 30-й раз стартовала международная научно-просветительская экспедиция «Дорога к святыне». Конечная точка маршрута – городок, столица Дня белорусской письменности. Ранним утром состоялся отправной молебен, после чего участники экспедиции, представители духовенства, писатели, ученые и творческая интеллигенция отправились в долгий путь. Впереди у них свыше тысячи километров пути с остановками в десятках городов. Традиционно паломники взяли с собой православные святыни, лампаду с благодатным огнем от гроба Господня и чудотворную за горе-столовическую икону Пресвятой Богородицы. Экспедиция «Дорога до святыни», пройдя с благодатным огнем, с молитвой, она сможет сказать о многом современному человеку то, что, как говорится, на запрос сегодняшнего дня, то, что волнует современного человека от младшего возраста до самого почтенного возраста. Символично, что проведение юбилейного 30-го дня белорусской письменности совпадает с днем освобождения городка от немецко-фашистских захватчиков. А в год мира и созидания это особо символично. Идея праздника – сохранение и популяризация национально-культурных традиций и поддержка белорусской литературы и книгоиздателей. Я очень долго отмахнулся от этой экспедиции, пока был молодой. Организатором была моя мама. Я, конечно, был в кухне этой экспедиции. Я заводочно ведал всех худельников. Я ведал, что она непростая, потому что они тон размов были, приезжали, начинали созвониться, они вычухывали экспедицию. А праздник и час, тон размов менялся, они все просили всю экспедицию. Я это поглядал сбоку, а потом первый год поехал. Я сразумил, что все эти соправды многим вельми потребны Беларуси. И мы внесем добрую вестку на передание свято. Мы попереживаем людей, что Бог же проспят в зен в одном из городов, который становится столицей святкования свято-белорусского письменства, и запрашаем на это свято. По традиции паломники проведут встречи с жителями городов, где запланированы остановки, пообщаются с прихожанами церквей и насильниками монастырей. Также посетят больницы и детские дома.